здравствуйте дорогие друзья мнение о том кто должен воспитывать ребенка семья или школа и семья делится по мнению опросов в целом примерно пополам среди россиян и вопрос судя потому что пополам вопрос не очень простой и не такой уж очевидный и мы сегодня об этом поговорим с нашим гостем директором муниципального бюджетного образовательного учреждения среднеобразовательной школы номер 73 привозгского района города казани иной олимбековной праздниковой здравствуйте здравствуйте спасибо что пришли и у нас сегодня с вами действительно животрепещущая такая тема неоднозначная меня на самом деле знаете поразило я сначала не придала этому внимание а потом меня поразило 50 процентов родители считают что что ребенка должна воспитывать школу это уму непостижимо давайте вот отсюда и начнем наш разговор но сегодня во первых вопрос воспитания важен как никогда согласитесь согласна до вопрос воспитания он сейчас поставлен во главу угла и в законе об образовании об этом сейчас говорится тоже отдельно и это связанные с последними событиями наверное которые происходят в стране я бы даже сказал не то что связано они как бы вытащили эту проблему прямо вот на поверхность да но момент воспитания появился в образовании чуть раньше в двадцатом году и отдельное значение воспитания как раз таки звучит как включающий элемент включающий в систему образования последние события до повлияли но повлияли не на саму систему воспитания а помогли наверное выстроить начать выстраивать эту систему воспитания и обозначить определенные акценты то есть вы хотите сказать что у нас есть закон об образовании где четко прописано да какое в какой части воспитывает школу в какой части воспитывает раз нет 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 в законе об образовании как раз таки эта функция не делится если мы с вами говорим о том должна воспитывать школу или должны распитывать родители то элемент система воспитания это обоюдный процесс и процесс со творчества совместного творчества там Есть и функции, которые должны и обязаны выполнять родители, и, конечно же, есть те функции, которые выполняет школа. Как только возникает вопрос, касающийся воспитания ребенка, когда мы начинаем общаться с родителями, большая часть родителей задает вопрос и говорит, а куда смотрел учитель, а где была в это время школа? Мне кажется, что сегодня вопрос воспитания, кто с каком проценте, какую часть должен себя брать, необычно важен еще и потому, что шквал информации, в который погружаются не только учителя, но и родители, причем в большей части информация, разрешающая себе, имеется в виду, я могу делать то-то, я могу делать то-то. И это очень часто как-то ударной волной по детям ударяет. И в психологии много, в педагогике много литературы или там просто каких-то популярных статей, которые не очень, скажем так, валидизированы, не очень правдоподобны. И вот это вот все как шквал хлынуло. Я просто была свидетелем ситуации в автобусе, когда ребенок с мамой ехал. Это прям реально жизненная ситуация. Бил, ребенок сидел отдельно на сидении, ему где-то было примерно 8 лет. Он бил ногами о сидении предыдущего, предыдущего сидения, попадая в человека, который там сидел. Но человек терпел-терпел, потом повернулся к маме, сказал, вы, может быть, успокоите своего. Он не сказал ничего ребенку, он поступил правильно, он обратился к маме, он сказал, может быть, вы как-то успокоите своего ребенка. Мам сказал, нет, я ничего не буду ему запрещать делать. Он как вот сидел, так и будет сидеть, понимаете. И вот это вот я считаю как раз вторая сторона, вот это второй поле с того, что вот нам как будто бы сейчас все можно детям. Вот что... То, что можно и то, что нельзя, наверное, в первую очередь все-таки должны объяснить родители детям, что вот здесь я могу это делать, здесь я не могу это делать. И элемент нравственности, нравственного воспитания, это тоже закладывается ведь в семье. Школа, она... Школа, она воспитывает в плане общения и коммуникации. Все, что внутреннее, вот вы тоже до этого хорошо сказали, да, что семья — это внутреннее воспитание, школа — это внешнее воспитание. Школа — это умение выстраивать отношения, используя те качества своего характера, которые закладывались семьей. Но это же мы с вами говорим о семьях, которым не все равно, какими вырастут их дети, которым не все равно, как ведет себя ребенок в том или иной ситуации. Как и та мама, про которую вы говорите, да, которая сказала, что я не буду своему ребенку говорить, ему все можно, так и та мама, которая бы отреагировала совершенно по-другому, извинилась бы, возможно, да, перед этим мужчиной и сделала замечание своему ребенку. Этим родителям одинаково, будем говорить так, не все равно, каким будет их ребенок. Одни родители считают, что через все дозволенность будет воспитана личность, а другие родители как раз ограничивая рамки морали, нравственного воспитания. Но есть еще категория родителей, которым просто все равно. Вот тогда момент воспитания все-таки берет на себя школа. А вот эта группа родителей, которым все равно, да, наверное, будет подходить слово недолюбленные, недосмотренные, да, это большая группа, вот вам по опыту, как кажется, это большой процент детей? Вот у вас же обычная школа, не элитная? Обычная школа. Вот сколько, какой пример? Ну, наверное, процентов 20 есть точно, и я считаю, что это не маленький процент. Это очень большой. Да, и это те дети, которые требуют особого внимания, дети, с которыми нужно разговаривать индивидуально, точечно, объясняя каждую ситуацию, но фактически заменив разговор с мамой или с папой. Я думаю, что сюда еще можно, не прямолинейно, но все-таки сюда еще могут со временем отнестись те дети, которые живут в семьях с чрезвычайными запретами. С гиперопекой, да. Да, потому что с возрастом кризисы, вот эти вот возрастные, они будут выталкивать ребенка из этой давящей среды в ту среду, в которой ему будет комфортно. Это будет как раз такая, ну, немножечко девиантная, может быть, среда. И вот этот процент, он будет расти. Согласна, да. Но в этой семье очень сложно школе встать на преобладающий план, потому что все равно запреты семьи, они до определенного момента для ребенка будут сильнее, чем то, что говорит школа. Ну, на мой взгляд, ни один вопрос ребенка не должен оставаться без ответа. Я вот только что в школе проводила с детьми работу, и тоже у детей возникает вопрос. Для меня абсолютно очевидный ответ, но для детей оказался, ну, какой-то банальный, я сейчас уже не помню. И я им сказала, что, ребят, вот если сейчас этот вопрос возник, вы должны обязательно найти на него ответ. Я вот вам говорить этот ответ не буду, я хочу, чтобы вы сами дома, придя, либо из уст родителей, либо из просторов интернета, пользуясь полезным интернетом, нашли ответ на этот вопрос. На мой взгляд, эта вот позиция, она должна быть для всех, для всех учителей верной, что ни один вопрос ребенка не должен оставаться без ответа. Либо учитель отвечает на этот вопрос, либо ребенок сам ищет ответ на этот вопрос. И не только касаемо академических знаний, а также и ситуации поведения. То есть, если ребенок, и учитель видит, требует к себе внимания и просит, обращается к учителю с просьбой помочь ему разобраться в ситуации, вот тогда этот коннект, связь состоялась. И тогда вот процесс воспитания со стороны школы, он будет полезным и важным. А вот скажите, родители, вот вы сказали, ну, допустим, вот это минимум 20%, а с учителями, учителя все сейчас, ну, все, это понятно, цифра абсолютная, скажем так, учителей сейчас стало больше, которые действительно занимаются своим делом. Вот сейчас как-то этот процент меняется? Я не могу сказать обо всех учителях. Это достаточно сложно. Ну, вы подбирайте аккуратно. Вопрос подбора, ну, наверное, для меня не очень актуален, потому что я достаточно молодой руководитель в этой образовательной организации, и был уже сформировавшийся коллектив. Вот, что касается коллектива 73-й школы, то я в большей степени уверена, что человеческие качества и человеческие отношения, они все-таки выше. Ну, да, я почитала, и мне очень хочется в это верить. И все зависит от того направления, которое выбрала школа, направление движения. Для меня очень важен психологический комфорт как ребенка, так и у учителя. И от учителя в данном случае тоже очень много зависит. В конце концов, кто из них старше? Кто из них старше? Ну, знаете, тут такой момент иногда бывает, что учишься у детей, какие-то моменты, на которые дети открывают глаза. И это тоже важно. Учитель не должен бояться признавать собственных ошибок или собственного незнания в той или иной области. Мне кажется, это наоборот, тем самым вырастет доверие к учителю. Если учитель скажет слово «прости, я был неправ» или «извини, я сейчас не готов тебе ответить на этот вопрос», но я обязательно посмотрю, мы с тобой завтра это обсудим. Вот этот момент взаимодействия и коммуникации, он очень важен. И как раз-таки момент воспитания, умение выстраивания отношений. И вот здесь, когда вы об этом говорите, я чувствую, я слышу, что здесь речь идет о взаимном уважении в первую очередь. Да, о взаимоуважении. Тоже это первое, с чем я зашла в класс к детям здесь, в этой школе. Я сказала, что, ребята, мы с вами будем выстраивать наши с вами отношения на взаимоуважение. Я уважаю ваше мнение, вы уважаете мое мнение. И первое, что я сказала, я уважаю ваше мнение. То есть я не ставила свое мнение превыше их мнений. Для них это тоже важно и ценно. Если говорить о том, что я родитель, считаюсь более-менее нормальным. Ну, мне понятно, что уже взрослый ребенок. Но мне, даже когда мы учились в школе, он учился в школе, до сих пор мы говорю. Очень странно было бы обращаться к учителям с тем, а вы куда смотрели, чем вы, собственно говоря, занимаетесь в школе. То есть если я в нормальной семье воспитываю ребенка, в моем представлении нормальной семье, то мне в голову не придет перекладывать свою ответственность на кого-то другого. То есть все-таки как будто об этом идет речь, когда родители говорят, а вот вы школа куда смотрели. Как будто они не хотят на себя ответственность брать, да? Вот так я слышу. Не хотят брать ответственность и не доверяют школе. Вот момент доверия, он очень важен. И если родитель доверяет школе и доверяет тому учителю, который учит его ребенка, он никогда не задаст вопрос, куда вы смотрели. Потому что для родителя априори мнение учителя и то, что говорит учитель, будет правильным. Но это вот мое мнение. Доверие и уважение — это вот две важные составляющие, которые и являются основой всего воспитательного процесса. Да и не только воспитательного, образование в целом. Если доверяешь школе, доверяешь учителю, это уже проверенный факт, то таких вопросов не возникнет никогда. Возникнет вопрос по-другому. А как это произошло? Вы не можете мне рассказать? Да. То есть вопрос не куда вы смотрели, а как это произошло. Или что произошло. Потому что версии взглядов может быть не... Совершенно верно, да. Да, это очень важная точка зрения. Она как раз в глубину, не в шоры, как это, да, а вот так вот раздвигает тоннельное зрение. А вот повернуть родителей к себе лицом и сделать себя доверенным лицом, вот это уже процесс сложный, и в этом уже принимает участие весь коллектив. А получается, что восстанавливаем мы это в отношении детей тех родителей, тех родителей, которым как раз вот этого всего и не досталось. Не досталось, вот, да. То есть получается так, что немного потерянное поколение. И получается, что в этом плане родители менее осведомлены, нежели дети, которых сейчас всему этому учат. И надо через детей или через родителей... Да, но тогда получается, что мы родителей не воспитываем, а перевоспитываем. Ну да, ну почему нет? Опять-таки, если это через уважение, через доверие. Вот, вот это важно, уважение и доверие. Если, ну вот правда, если нет ни уважения, ни доверия, то тут можно приложить огромное количество усилий и повернуть родителя на свою сторону не получится. Почему-то сейчас такое восприятие у родителей, что школа это одна, один берег реки, а родители это другой берег реки. И вот сказать, что мы все находимся на одной стороне одной реки и смотрим в одну сторону, это задача, конечно, не из простых. Но отдать должны есть родители, которые, ну, полностью доверяют. И этих детей тоже видно. Вы позволите, я расскажу ваш лайфхак или как ваш ноу-хау, не лайфхак, наверное, ноу-хау, который вы делаете с первоклассниками. Вы знаете, уважаемые зрители, вот директор 73 школы Ирина Олимбековна придумал со своими коллегами очень интересный ход. Когда первоклассники идут в первый класс, соответственно, у них, естественно, стресс. Стресс у родителей, стресс у детей. И это, ну, в каком-то смысле слова, нормально, потому что предстоит совершенно новая жизнь, новые люди, новая обстановка, новый ритм жизни. И директор предложил поезжать вместе с коллективом школы, то есть начальной школы преподавателей, родителей и дети, в небольшой, там, на 2-3 дня, на выходные, в некий такой лагерь, в котором происходит очень близкое и тесное общение и знакомство учителей с родителями, с детьми. И вот как раз я думаю, что в этом мероприятии закладывается база уважения, доверия и, ну, таких вот каких-то, даже не знаю, как это назвать, дружеско-родственных, ну, вот доверительных отношений. Доверительных, да, доверительных отношений. Хорошее слово. И я, по крайней мере, больше не слышала, я, конечно, не проводила соцзапрос, но вот так вот, чтобы попадалось, не слышала, чтобы такой замечательный прием использовался. А он, по-моему, просто великолепный. И по себе в классе шел, полнейший ребенок нервничал. Вообще, вы знаете, школа, это вот, ну, вот у нас же песни поют, что вот там, когда уйдешь со школьного двора, вот типа тоска, ностальгия. Нет, вот нет. Вот все-таки от школы, от директора, от состава зависит. 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 Хочешь ты туда возвращаться? Как будет петь это, как будет исполняться эта песня, да? Конечно, конечно. С радостью или с радостью. Да, я очень много лет радовалась тому, что я закончила школу, и мне больше не надо туда ходить. Да, но с возрастом, конечно, все переоценивается. И еще вот в этой части хотела бы ваше мнение узнать. Вот смотрите, мы же, ребенок попадает в школу сейчас, в лучшем случае в 7 лет, по-моему, 6 лет сейчас уже нет, да? 6,5 лет. 6,5, хорошо. До 6,5 лет ребенок уже базовые какие-то понятия из семьи, из своей забрал. Он уже их принес в школу. Кто там и что ему будет воспитывать, когда учителей есть задача дать ему знания. И опять-таки вот этот способ усвоения детьми информации, он ведь какой? Подражание. Они же берут пример сначала с родителей, потом с учителей. Не так это в школе уже работает? Может быть, это мое мнение, но, как я уже ранее сказала, что все-таки образование — это и знание воспитания. И если изучить слово «воспитание», его происхождение, то оно произошло от слова «питание», «кормить», «питать». А, семантика слова «воспитать». А это на самом деле произошло от слова «воспитание» именно «питать» и «кормить». И получается, что образование — это и есть тот самый процесс кормления и напитывания детей знаниями, навыками, умениями. И отделять обучение от воспитания, ну, смысла нет. Ведь в процессе обучения ребенок воспитывается, он получает новые навыки. Навыки, как вести себя на уроке, навыки, как общаться с одноклассниками. Если это ребенок был до школы организован и ходил в детский сад, тут, конечно, немножко попроще. Вопрос адаптации к социуму, к обществу. Да, социализированный. Да, социализированный. Он уже был решен на этапе дошкольного образования. А если ребенок, который пришел из семьи и общался с детьми только на детской площадке, тут уже, тут, конечно, процесс становления в коллективе немножечко другой. Поэтому воспитание и обучение, они не разные. Просто есть границы воспитания семьей и границы воспитания школы. Будет здорово, если действительно вот так оно и будет работать. Семья будет закладывать внутренние качества ребенка, А в школе уже этот ребенок свои качества будет использовать для налаживания отношений, выстраивания отношений. Я еще хотела обратить ваше внимание на то, что обычно привлекается внимание к вопросу, вы куда смотрели в том случае, когда что-то случается. И самое распространенное в школе, что болью просто отзывается в сердцах многих, и учителей, и родителей, это, конечно, буллинг. И вот что с буллингом, как там разводится эта ситуация, как она должна разводиться, кто там за что отвечает, если можно так сказать, конечно. Вообще буллинг, он должен быть виден невооруженным глазом. Учитель, классный руководитель, он, эта ситуация прослеживается всегда. Если ты ее не видишь с первого раза, то день, два, три можно увидеть созревающую или уже созревшую ситуацию буллинга. На мой взгляд, тут обязанность учителя заметить, устранить, и если самостоятельно не получается, есть в школе психолог. Ну, эту ситуацию обязательно нужно прямо на корню, но пресекать. Ну, то есть все-таки во главу угла ставится ответственность учителя вот в этой ситуации. За буллинг? Да. Ну, говоря буллинг, мы же все равно подразумеваем образовательное учреждение. Сейчас вроде бы как буллинг и школа стали вещи неотрывные друг от друга. То есть ли буллинг, то значит, это в школе. Ну, вот понимаете, он просто слово сейчас такое стал темным. А вообще он существовал всегда. Ну, он же по жизни есть. Раньше это называли, как это, объявить... Темную. Темную, потом объявить бойкот, объявляли. Бойкот, да. Это то же самое. Ну, вот подкарауливали, просто не было такого термина. Сейчас все туда входит, все это называют таким словом. Сейчас появился момент информационного буллинга, на мой взгляд, который намного сильнее, намного опаснее, чем открытый буллинг. Потому что то, что люди не могут сказать, и дети сказать друг другу в глаза, они пишут это в десятой степени оскорбительнее в соцсетях или в сообщениях. Это же очень быстро становится достоянием общества. И вот это вот страшно, что ситуация там двух людей или одного ребенка моментально становится известна ситуацией большого общества. Это же вот эта самая большая проблема. В рамках одного... Ну, это вот мое мнение. В рамках одного класса ситуацию можно решить. Можно решить с помощью классного руководителя, с помощью родителей, с помощью совета старшеклассников, привлекая администрацию психолога. А когда ситуация выходит за пределы класса и даже за пределы школы, тут уже, конечно... А кто? Тогда кто? Если она выходила за пределы школы? Тогда кто? Но контроль со стороны школы терять нельзя ни в коем случае. Эта ситуация должна быть на контроле всегда. Но, к большому счастью, с такой ситуацией я еще не сталкивалась. И очень бы не хотела. Да, и очень бы не хотела. Конечно, конечно, не надо. Почему я еще пригласила именно вас? Потому что, когда я пришла в вашу школу, я была в современных школах, у меня было ощущение, что я вернулась в свое детство. Ну, понятно, что старое здание, но у вас там удивительным образом сохранена атмосфера советской школы. В хорошем смысле слова, когда учителя, которые с тобой разговаривают. Ваш завуч на интервью сказал, что для нас очень важно взаимодействие именно с родителями. Если с родителями нет взаимодействия, для нас это проблема, это беда, которую мы стараемся исправлять и как-то с этим работать. А что делает, например, школа в школе, если вот такой родитель, ну, скажем так, у нас условно есть нерадивый родитель, который ничего не хочет делать для ребенка, говорит, что все школа должна сделать. Что делать в школе, если такой родитель действительно ничего не делает, все спихивает на школу и страдает в итоге ребенок? Как, вот вы говорите, мы воспитываем родителя, а как вы его воспитываете, как его можно воспитать? Я так думаю, что речь идет о том родителе, который уже не подлежит ни воспитанию, ни перевоспитанию. Такие родители тоже, к сожалению, есть. Но работать с ребенком, ребенок не должен чувствовать себя другим или ущемленным в чем-то. Может быть, с точки зрения материальных ценностей мы заменить семью не сможем, но с точки зрения духовной ценности и наполнения ребенка, поддержка внутренней, эта школа вполне может обеспечить. У нас есть абсолютно разные ситуации. Есть семья, которую мы перевоспитываем уже с сентября месяца. Успешно? Ну, на мой взгляд, успешно, да, семья, конечно, сопротивляется, но мне кажется, успешно, маленькими шагами, но мы двигаемся. Ведь наша цель, чтобы ребенку было хорошо, наша цель, это в первую очередь мы все это делаем ради ребенка. Читала в одной статье, в которой пишет учитель, что ее мнение, что очень много детей недолюбленных, недоглаженных, недогретых. То есть та самая ситуация, когда ребенок накормлен, хорошо одет и упакован, что называется, но внутри у него пустота, холод, потому что родители зарабатывают деньги, родители занимаются своими достижениями, достигаторством, свободное от детей время у них гаджеты, что тоже, как мы сейчас с вами, наверное, еще обсудим с этими гаджетами, какая беда. И вот так, то есть, ну, как бы внешне нормальный ребенок, а внутри вот вы таких детей тоже видите? Таких детей, их, конечно, видно, их, конечно, видно, а что мешает учителю обнять ребенка? Правда, одна мама мне сказала, что, пожалуйста, не трогайте моего ребенка, я буду обнимать его дома сама. Пожалуйста. Это право, конечно же, есть, но... Но если ребенок тянется сам. И таких детей вот у нас в школе становится все больше и больше. Может быть, это связано с тем, что ни один из учителей их не отталкивает от себя, не отторгает. Для нас в школе считается нормой прийти, обнять, погладить, спросить, как дела, но это правда норма. У нас очень много детей, которые обнимают. Ну, вот это, наверное, не просто так, наверное, да? Может быть, и не просто так. Может быть, есть нехватка тактильности, может быть, нехватка объятий. Но я знаю несколько детей, которые тянутся, и для которых у нас уже сложился утренний ритуал обняться. И в семье также принято. То есть это не всегда показатель того, что ребенок недолюблен. Но то, что процент детей недолюбленных сейчас больше, это да. Но если сравнивать с советским временем, то, согласитесь, такие дети и тогда тоже были. Конечно. Родители и тогда зарабатывали. Ну да, это такая проблема ни одного пятилетия, десятилетия. Это такая долгоиграющая семейная, можно сказать, проблема. Ну, имеется в виду, когда вот сценарно в семье не принято обниматься. Из поколения в поколение. Не принято обниматься. Если не принято говорить друг другу хорошие слова, не принято поддерживать, хвалить и так далее, то, конечно, эту цепь разомкнуть очень сложно. И в этом смысле наверняка учитель что-то может, не факт, что его слышат, но что-то может поменять как-то на эту обстановку, ситуацию. И вот, конечно, ситуация с гаджетами. Ну, это прям понятно, что беда, как сказала одна из героинь нашего фильма, который мы с вами делали. Гаджеты уже сегодняшний день, мы от них уже никуда не денемся. Как вот в этой части, опять-таки, тот самый условный родитель, образ которого мы взяли, может апеллировать к школе, что школу не воспитывает, а сам в это время, значит, находится постоянно в телефоне. Это проблема, наверное, всего поколения, всех школ. Использование гаджетов на уроке у нас не разрешено. Если используем гаджеты, есть программы, образовательные программы, да, которые помогают образовательному процессу. Но в целом, конечно, использование гаджетов во время образовательного процесса у нас не разрешено. Но во время перемен, вот пока сейчас остается еще все-таки болью и проблемой. Хотя стараемся в пространствах школы сделать игры и лего-планшеты у нас есть. И шахматы, шашки поставили. Но очень приятно, что все больше и больше детей тянется больше к шахматному столу, чем к телефону. Есть у нас даже очередь около теннисного стола, очередь около шахматного стола, очередь. Но большой процент детей, которые играют. Но с другой стороны, знаете, в этом тоже можно найти положительные моменты, потому что английские слова, которые используются в тех играх, дети учат. Теперь в первую очередь не на уроках, а из этой игры. И там же в игре, поскольку игра командная и сетевая, дети тоже учатся выстраивать отношения. Мне кажется, если на чуть-чуть... Дозировка важна. Можно, да. И была у нас такая идея, что не просто запретить, а именно разрешить одну перемену посвятить именно сетевым играм. У нас вот пока это только на уровне идеи. Может быть, мы ее проработаем и вынесем. А когда не запрещаешь, а разрешаешь, оно автоматически становится не так. Обратный совершенно эффект. Обратный. В общем, замечательная придумка. Вы же попробуете запрещаете, а будете подавать так, что разрешаете. Гениально. Пока еще не опробировали. Попробуем. Ага. Здорово. А как... Вот смотрите, вот допустим, я родитель, да, я купила своему ребенку дорогущий телефон. И, естественно, я как бы заинтересована в том, чтобы, ну, может быть, даже бессознательно в том, чтобы он в нем продвинулся, чтобы он его показывал, да, горжусь через своего ребенка собой, да. Вот. И такой ребенок, ну, как бы приходит с таким новым телефоном, невозможно дорогим. И что? На родительском собрании в начале учебного года всегда оговаривается, что, ну, во-первых, школа не несет ответственности за сохранность гаджетов, которые ребенок приносит в школу. И, во-вторых, мы выходим к родителям с просьбой, что если это телефон, то это телефон только для связи в экстренных ситуациях. И то все классные руководители, все учителя, у них этот момент отработан, что если с ребенком что-то случается, и мы до родителей-то пытаемся донести, что если с ребенком, не дай бог, что-то случится, то связь с родителем будет мгновенной, она будет либо от администрации, либо от учителя. То есть в данном случае переживать не стоит. Но тут еще, знаете, момент, что если один родитель скажет, не даст ребенку в школу телефон, а другой принесет телефон, и вот этот вот момент соревнования, мама, я что, хуже, чем другие. И вот время диктует свое. Наличие гаджета все-таки у ребенка считается... Престижно как-то, да. И непрестижно, а сейчас считается нормой. Я вам даже скажу, что однажды у меня состоялся разговор с родителем, где я сама просила, чтобы родители купили ребенку телефон. Потому что уровень его агрессии и уровень его тревожности возрастал просто до предела, и мы не могли понять, что происходит с ребенком. Он просто вот начинал все крушить, рушить. И когда мы стали эту ситуацию раскручивать, и с помощью психолога мы вышли на ту золотую фразу, что меня все не любят, а не любят, потому что мне не покупают телефон. И тогда у нас состоялся разговор с родителями. Родители купили ребенку телефон. И все нормализовалось? Не могу сказать, что все нормализовалось. Там появились новые «хочу», но все-таки это был важный момент. И с точки зрения ребенка это был показатель, что его любят. К любви к нему. Но это скорее исключение, чем правило, но все равно имеет место быть. Вот еще такой момент, когда родители опять-таки говорят, что школа должна воспитывать. И хочется сказать, да, ради бога. Потому что если, допустим, мне сейчас хочется сказать, если в школе есть такие учителя, как вот в вашей школе, как вы, и как мы знаем, учителя воспитывают своим примером, вот что можем, то и сделаем. Да, если вы где-то что-то там недорабатываете, есть люди, которые это могут сделать. Но вы должны понимать, да, что родители, что когда вы так, ну, как бы делаете, не столько говорить, сколько делать. Говорит, человек может все что угодно, да. Но делаете, или точнее говоря, не делаете в отношении своего ребенка. То есть к чему это свято место, пусто не бывает. Если ты не воспитываешься ребенка, значит, его будет воспитывать кто-то другой. Хорошо, если это будут учителя. А это может быть улица, это может быть какая-то девиантная какая-то группировка, да, и так далее. В любом случае, воспитание это непростое дело, и это требует ответственности, принятие это ответственности на себя, да. Ну, понятно, что, как это говорили раньше, родить дело нехитрое, да. А вот воспитать? А вот воспитать это да. Все-таки этот процесс все равно должен быть обоюдным. Обоюдным, да. И очень сложно сказать, что вот там ваша роль, а вот здесь моя. Поэтому наша цель максимально сближаться с родителями, и вот в этой совместной упряжке ребенку будет комфортно, он будет себя чувствовать. И тут поддержку, и здесь поддержка, да, это сохранит его психику, это даст ему возможность нормально сформироваться, да, личность продолжается будет развиваться нормально. И вы сказали по поводу примера, кстати, это тоже золотое правило и нашей школы, и вообще, мне кажется, что это важно, воспитать собственным примером, и это относится не только к родителям, а я это говорю и педагогам тоже. Да. Что высказать претензию ребенку вы можете только в том случае, если вы уверены, что эту претензию вы можете, не можете высказать себе. Да. Такая очень развернутая, разворачивающая вещь, да. Мы очень много разговариваем, и, как вы заметили, да, не жалеем временно разговоры, огромное количество рабочего времени уходит на то, чтобы поговорить, и мой кабинет, и кабинет заместителей директоров всегда открыт, и может зайти любой ребенок просто поговорить. Это же коммуникация, и это как раз то самое выстраивание отношений. Фантастика. Здорово, ну прям здорово. Знаете, выстроить отношения, это же не значит, что можно общаться только с тем, кто тебе приятен. Выстраивание отношений как раз речь идет о том, что ты умеешь выстроить отношения абсолютно со всеми детьми в классе, ну в первую очередь в классе, да, а оттуда уже пойдет эти навыки дальше в обществе. Там же очень, и я помню, что и мне учителя в школе говорили, что вырастешь, и тебе по жизни встретятся разные люди, с которыми тебе приятно, с которыми неприятно, но нужно уметь общаться абсолютно со всеми, да, к тем, с кем ты дружишь, с кем ты близок, у тебя будет, с ними будут одни отношения. Ну, а те люди, которые присутствуют в классе, ну, с которыми у тебя нет близких отношений или нет чего-то общего, ну, они... Они от этого хуже не становятся, это просто другие. Они от этого хуже не становятся, вот, да, они просто другие, и вот мне кажется, это важно донести до каждого ребенка, и важно, чтобы это было в каждом классном коллективе, в школе в целом. И очень важно, когда старшие могут общаться с младшими, когда младшие могут общаться с старшими. Мы к этому шли, мы к этому идем, и, на мой взгляд, пришли, потому что вот сегодня буквально мы готовимся к завершающему мероприятию, флешмоб танцевальный, когда танцует каждый класс. И сегодня я уходила из школы и вижу, что репетируют пятый класс с восьмыми. Совместный номер. Я даже удивилась. Я говорю, а как так? А это восьмой класс предложил пятому, чтобы у них получился совместный номер. И на мой взгляд, это вот то самое, к чему мы идем. А что это мурашки? Мурашки, правда. Когда нет границ между старшими и младшими. Когда школа это семья. И я думаю, что вот на этой ноте нам с вами можно закончить, потому что вот сейчас я прям поймала вот это настроение той настоящей школы, о которой писал Сухомлинский, о которых снимались советские фильмы, где разные отношения были. Но вот это вот ощущение. Помните «Сто дней после детства»? Удивительный совершенно фильм, пронизанный романтикой, ощущением неповторимости уходящего момента, романтикой и в то же время учеба жизни не самый простой. И вот это вам удалось создавать, создается, судя по тому, что вы говорите. Но так получается, что идеализируем нашу школу. Нет таких школ, я уверена, большое количество. Просто я сейчас транслировала тот опыт, который есть у нас. Я не лукавила ни словом, абсолютно точно это все есть. И есть моменты, над которыми нам еще стоит поработать, и мы будем работать. И есть трудности, которые нам нужно преодолевать. Но и есть те успехи, которые заслуживают внимания, о которых, наверное, на самом деле не стыдно, а наоборот хочется говорить. Вы сказали два самых важных слова, без которых в школе, наверное, очень тяжело. Это доверие и уважение. Уважение взрослых к детям, но это такая редкость, которая часто очень транслируется, но совершенно не делается. А вы это делаете и проявносите, и действительно это продвигаете, воспитывая через детей, своих родителей, и это, ну, бывает такое, да, понятно. Это, конечно, уникальный опыт, уникальный. Спасибо вам большое, Ирина Алимбековна. Спасибо за то, что вы нашли время, несмотря на то, что у вас это такие жесткие репетиции, финальные уж, да, вышли на финансовую прямую. Спасибо. Спасибо большое. На этом мы заканчиваем программу. В студии работала Наталья Жова. Это была программа «Фокус на человека». Всего вам хорошего, берегите себя. В студии работала Наталья Жова.